Здравствуйте! Это программа «Мамы», а не такие. Программа для мамы и детей. Хотя папам тоже будет интересно. Ведем ее мы, Алла Матюханова и Олеся Урунова. Ребенок – это не только счастье, смысл в жизни и иногда бессонные ночи. Это еще и смешные высказывания. Можно смело записывать их в блокнот, а потом издавать книгу. Эти фразы я слышу каждый день от своих детей. Вот совсем недавно Эля взяла яблоко и ходила за мной со словами «Поешь, поешь!» – но я взяла и съела. А оказывается, не поешь, а порежь. Дочь слезы. Когда слезы высохли, а все закончили смеяться, Эля отправилась к логопеду. Если ребенок не может выполнить вот такое упражнение, давай, Даша, пальчики здороваются. Раз, два, три, четыре, пять. То стоит бить тревогу. Или не может ребенок синхронно сделать двумя руками. Давай вместе, двумя ручками. Раз, два, три, четыре, пять. Вот у Даши получается. Если у ребенка не скоординированы движения рук, ног, туловища, пальчиков рук, в таких случаях, как правило, мы наблюдаем и нарушение речи. В первую очередь обращаем внимание на то, как малыш произносит гласные звуки. Ведь если он научился произносить, например, звук С и не может тянуть губы трубочка У, то у него получится С. Это уже не четко. Он должен сказать так СУ. И для этого мы поем гласные звуки. Конечно, центральное место в логопедической работе занимает артикуляционная гимнастика. Для свистящих звуков это упражнение, связанное с растяжением губ в стороны. Показали заборчик. И упражнения, связанные с удержанием из спокойного языка за нижними зубками. Улыбнулись, открыли окошечко, язычок лежит спокойно за нижними зубками. Часто при сложных нарушениях речи упражнения артикуляционной гимнастики никак не получаются. И для этого нужно выполнять логопедический массаж. Начинаем с массажа щечек. Логопедический массаж показан при дезертрии. Как я уже говорила, когда нарушение мышц речевого аппарата, мышц языка, губ. Ну вот, ваш язычок и засвистел, зашипел, загудел, зарычал. Только совместными усилиями логопеда, родителей и порой других специалистов мы можем добиться положительного результата. В наше время многие родители обеспокоены тем, что их дети проводят большую часть времени перед компьютером, планшетом или телефоном. И правильно делают, потому что такие дети имеют слабое здоровье, не умеют общаться со сверстниками и некоммуникабельны. Поэтому самый правильный выход из положения – отдать ребенка в какой-нибудь кружок. Эти девочки трудятся у станка, не зная усталости. А все потому, что каждая из них видит себя профессиональной балериной. Мама вот увидела надпись, где набирают девочек, и она меня решила отправить. И когда отправила, мне это очень понравилось, и я начала заниматься этим. Ну, а когда я вырасту, я хочу стать балериной. Мне нравится Анастасия Волочкова, Анна Павлова, потому что они самые знаменитые балерины. Самое сложное для меня – в балете работа у станка. Потому что там все-таки ноги поднимать надо. У меня тетя юрист, и она узнала, что открылась школа балета. И я начала сюда ходить. Когда я вырасту, я буду балериной. Занятия балетом формируют у ребенка правильную осанку, развивают гибкость, координацию и пластичность движений. Малыш учится самоорганизации и концентрации внимания. А еще регулярные тренировки в группах своих сверстников растят коммуникабельных детей. Вообще, когда дети приходят, они ожидают, что они будут кружиться сейчас в пачках, в планках сразу. Они не предполагают, что до этого должна быть большая работа. Сейчас у них идет закачка, растяжка, имеется в виду и стопы, в том числе и тело. В общем, потому что, чтобы снизить нагрузку со стопы, нужно накачать все тело. Чтобы оно было тренированное, чтобы оно было подтянуто, чтобы оно вытянулось высоко-высоко. Снизить нагрузку с пальцев, иначе могут быть, соответственно, и травмы, и переломы. Все-все-все это возможно, если не готов физически, тело не готово к балету. Так что на пуанты неподготовленного ребенка никто ставить не будет. Отдавать ребенка в балет можно с трех лет, когда малыш способен улавливать всю информацию. И ползначения не имеет. Вопреки стереотипам, мальчикам есть, что делать в балете. Регулярные занятия не только научат тянуть носок и делать поддержки, но и способствуют появлению мышц. Сейчас основные дисциплины – это работа у станка как раз балет и гимнастика. Также у них сейчас добавилась дисциплина просмотр балетных постановок обязательная. И со следующего года добавится актерское мастерство. Вопреки распространенному мнению, балет доступен не только детям, но и взрослым. Занятия послужат гармоничному развитию личности и помогут приобрести стройную фигуру. Тело станет легким, подвижным и гибким. А также прекрасное эмоциональное настроение гарантировано. Потом хочется вырастить звезд. Хочется, чтобы девочки, у которых есть данные, есть стремление, и в итоге они будут показывать большие результаты. Хочется, конечно, чтобы они поступили где-то в балетное училище, стали знаменитыми артистами балета, чтобы мы имена их слышали. А если нет, то что потом еще, как вариант, на что мы надеемся и на чем мы работаем, создать собственную балетную труппу, которая будет гастролировать. А какое у тебя любимое движение в балет? Эм... вот это. Эм... Когда я выступаю, я буду похожа на свою любимую балерину Диану Вишневу. Потому что она красивая и знаменитая. Я думаю, что есть еще один выход из положения, как разнообразить ребенку досуг и избавить от гаджетов. Взять и отвезти его в музей или на выставку. Я так и сделала. Когда мой ребенок спросил, как я жила в детстве без телефона и ходили ли тогда по улице динозавры, я взяла и отвела его на выставку динозавров. Когда дом превращается в небольшую кофе у парка юрского периода, а ребенок точно знает, чем плотиозавр отличается от прозаврохода, родители начинают задумываться, является ли нормальным стульсивным увлечением ребенка и гаджетовыми. Такой период случается в жизни большинства детей. У мальчиков чаще, хотя и среди девочек не является редкостью. Единственное, что нужно делать в таком случае, стимулировать и поощрять этот интерес. Например, сводить ребенка посмотреть на динозавров. Точнее, на их скульптуры. Они как настоящие двигаются и рычат. Вот, видишь, вот живые динозавры, которые там рассказывают, как они там жили. На нашей выставке можно, в общем-то, соприкоснуться с природой, которой давным-давно нет на этом свете. Она, конечно, завораживает, очаровывает своей необычностью, своими громадными размерами. И дети очень любят динозавров, потому что это вроде какая-то фантастика. Психологи говорят, есть несколько причин, по которым детей так манят эти доисторические ящеры. Во-первых, динозавры — это единственное на нашей планете создание, которое так ярко совмещает свои фантастические образы с научно подтвержденным фактом существования. Для справочки. Динозавры обитали на Земле в период от 230 до 65 миллионов лет назад. Точная причина их вымирания ученым до сих пор неизвестна. Динозавры впечатляют детей мощью и размерами. Эти гиганты, как известно, еще и дрались между собой. А кто же удержится от соблазна выяснить, какой монстр сильнее и чьи зубы крепче? Настоящий мужской интерес. И со временем только усиливается. У динозавров есть одно великое достоинство. Они вымерли. То есть их нет. Вообще нет. А значит, эти чудовища совершенно безопасны. То есть с ними можно вступать в контакт без всякого для себя ущерба. О, а это? Это мюрцелаптер. Хищник. Пойдем к другому динозавру. Ученые насчитывают более тысячи видов динозавров. Так что выбрать себе любимчика по душе может любой ребенок. К тому же список со временем растет. Раскопки-то продолжаются. Для справочки. В Благовещенске найдено более двух тысяч костей динозавров. Их возраст 65-67 миллионов лет. И это лишь незначительная часть имеющихся костных останков. Динозавры – это отличное, поучительное и занимательное хобби. Дети усваивают просто гору информации. С охотой их смотрят, на первый взгляд, скучные документальные фильмы. Зазубривают сложнейшие названия и собирают эффектные коллекции. Все это отлично развивает память и воображение. А при грамотном подходе эти ящеры могут стать началом появления интереса к истории, природоведению и животному миру. Если ваш ребенок увлекается динозаврами, вас можно столько поздравить. Олесь, как ты думаешь, что любят больше всего дети? Конечно, родители. Ну, еще играть с игрушками и гулять. Ну, все это правильно, но не побоюсь этого сказать, каждый ребенок, да и взрослый тоже, любят мороженое. И, кстати, очень было вкусно. Я люблю кушать торты. Пироженое, мороженое, печенье, в общем, все сладкое. Потому что это вкусно, аппетитно выглядит, всегда делают красиво. Я люблю все сладкое, потому что оно все шоколадное. С сахаром. Я люблю клубнику. Чернику, малину. А ягодки? Да, с молодину. Я люблю очень капкейки. Даже не знаю, вкусные, сладкие такие. Я люблю кушать мороженое. Оно холодное. И даже если летом есть, мне оно больше всего нравится. По статистике, мороженое – самое любимое лакомство практически всех детей и взрослых. Мороженое такое разное, и говорить о нем можно очень долго. Но не буду мучить вас долгими разговорами, и предлагаю прямо сейчас провести мастер-класс по приготовлению этого вкуснейшего десерта. Для справочки. Первое упоминание о мороженом появилось более 4000 лет назад в Древнем Китае. В то время для правителей готовили особое лакомство – смесь из снега и льда с кусочками апельсинов, лимонов и зерен граната. Привет, детки! Сегодня мы будем делать мороженое, чтобы вы могли порадовать своих родителей тому, чему сегодня научитесь. Так, будем готовить шоколадное мороженое и украшать. Для приготовления нашего десерта понадобится любое мороженое, например, шоколадное, кондитерские присыпки, сливки, топпинг. И не забудьте про фрукты, например, бананы. А вообще десерт можно украсить чем угодно. Кстати, самый популярный в мире вкус – это ванильный. Впервые его придумал кулинар из Франции в 1649 году. А вам какие вкусы нравятся мороженого? Я люблю клубничный вкус. А я фисташковый. Я люблю шоколадный вкус. Я люблю банановое и шоколадное мороженое. Я люблю вкус киви клубничный. Для справочки. Чаще всего мороженое покупают дети от 5 до 12 лет и взрослые старше 45 лет. Сначала мы с вами порежем банан, потом его отложим, чтобы потом было чем украшать, да? Да. Будем крутить шарики из мороженого. Ложка для мороженого – это важное орудие труда для кондитера. Без нее не получится сформировать красивые и ровные шарики. Но для начала ее нужно нагреть в горячей воде. Нагревание облегчает скольжение ложки и ускоряет процесс зачерпывания. Для справочки. Профессиональные дегустаторы для оценки мороженого используют ложки из золота, так как этот драгоценный металл не имеет вкуса и запаха. А теперь нам нужно это все украсить красиво. Для справочки. Самое дорогое мороженое продается в США. Стоит оно ровно 1 тысячу долларов за одну порцию и украшено настоящим съедобным золотом, редкими ягодами и карамелью. Многие лор-врачи рекомендуют мамам давать своим детям мороженое с целью профилактики развития ангин, обострения хронических танзелитов и фаренгитов. Таким образом, холодный десерт закаливает горло и делает его слизистую, менее чувствительной к перепадам температуры. Когда-то мороженое было изысканным лакомством, доступным только королям. А сейчас им могут лакомиться и мамы, и папы, ну и, конечно же, дети. Приятного аппетита! Это была программа «Мамы, они такие». Понравившиеся сюжеты вы можете посмотреть на нашем канале в YouTube, который называется «Амурское областное телевидение», а также на нашем сайте amurobel.tv. До новых встреч и не забудьте сказать своему ребенку, что вы его сильно любите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова